МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии дневной выпуск информационной программы Республика в студии Татьяна Молкова. Привлечение бизнеса в сферу жилищно-коммунального хозяйства сейчас одна из важнейших задач правительства. Недавно заработавший в Чувашии полигон ТБО удачный пример государственно-частного партнерства, считает Андрей Чибис, побывавший в республике с рабочим визитом. Утилизация мусора – одна из важнейших проблем современной цивилизации. Частный бизнес не всегда охотно входит в эту сферу ЖКХ, а государство в одиночку с такими объемами зачастую не справляется. Ситуация меняется, если за дело одновременно берутся обе стороны. Так возникает частно-государственное партнерство. Новый полигон ТБО, который около месяца назад заработал в Чувашии пример концессии. Частная компания построила объект, затем передала его республике. Регион в ответ предоставил данной компании право на эксплуатацию, в нашем случае на 25 лет. В первую очередь заместителю министра строительства показали мусоросортировочную станцию полигона. То, что может пойти на вторичное, использование отбирают, затем подают заинтересованным в этом сырье компанией. То, что для вторичной переработки не подходит, обрабатывают и прессуют в брикеты с плотностью более тысячи килограммов на кубический метр. Это так называемые хвосты. Их перевозят на специальные оборудованные площадки полигона для постоянного складирования. Итог. Из столицы Чуваша, ее город-спутник и Чебоксарский район спасены от серьезной экологической проблемы. Благодаря полигону уже удалось закрыть спехтуринскую свалку. И инвесторы довольны. В качестве примера нашу республику Андрей Чибес привел и на недавнем инвестиционном форуме в Сочи. Мы видим, что ЖКХ меняется. Сюда идет бизнес. И для нас важно принципиально было показать действительно Волгоград и Чувашию. Потому что эти два концессионных проекта, это проекты, куда вложены деньги негосударственных пенсионных фондов. То есть это лучшие международные практики. Если вкладываются деньги в инфраструктуру, деньги пенсионные, это значит, что инвестор поверил в то, что условия для частного бизнеса в ЖКХ созданы, можно вкладывать. И мы видим, что это не просто бумага подписанная. Это реальные объекты, которые начинают работать и обеспечивать горожан. Мы являемся производителями мусора. И не знали, что делать с этим мусором, куда сваливать. Практически вот эта технология позволяет на самом деле выйти на окупаемость в перспективе переработки этого мусора. Затем замминистра посетил и сам полигон. Для его строительства, кстати, не пришлось жертвовать чистыми земельными участками. Размещение подобрано идеально. Это зона отчуждения химпрома. Конечно, подобными объектами заместитель министра удивить сложно. Такие он регулярно видит в Европе, Азии. Но для России Чувашский полигон объект пока уникальный. Впрочем, перед правительством страны стоит задача. До 2020 года 80% госпредприятий жилищно-коммунального хозяйства перевести в управление частных компаний. ЖКХ – это огромная отрасль с гарантированным спросом. Отрасль ЖКХ, оборот годовой, превышает 4 триллиона рублей. Вот если сравнить даже при сегодняшнем курсе, ряд европейских стран ВВП имеют меньше, чем ЖКХ Российской Федерации. И главная задача государства – создать условия для того, чтобы частный бизнес вкладывался, повышал качество услуг и при этом абсолютно легально имел возможность вернуть свои деньги и на этом заработать. Больше не нужно искать серых схем в ЖКХ. Вкладывай, зарабатывай честно. Конечно, приход частников в ЖКХ скажется и на тарифах для населения. Слишком большие инвестиции уже вложены. Зато мы будем понимать, за что мы платим. Ольга Пыричкина, Андрей Шоклев, Республика. В тот же день Михаил Игнатьев и Андрей Чибис посетили предприятие «Гален». Гостей познакомились с инновациями в строительной отрасли. Подробности в следующем репортаже. Продукцию этого завода уже давно знают за рубежом. С помощью вот таких материалов сейчас строят и модернизируют жилые дома в окрестностях Лондона. Вообще в страны Европы поставляется 30% произведенных изделий. В Англии при помощи этого продукта утепляют уже построенные строения. То есть они на основании строительной фиксируют эту гибкую связь и потом делают утепление. И еще один внешний слой кирпича. Слева у вас есть гибкая связь. Вот она рядом с беленькой лежит. Да, так называемая 6-2-П. Вот это наиболее массовое применяемое в России гибкая связь. Значит, это несущий слой стены, утеплитель, вензазор и внешняя стена. Вот так оно. Этот продукт в России применяется великолепно. Так же, как и композитная сетка нашла свое применение как раз в кирпичной кладке. Спрос на продукцию укрепил позиции завода на российском и международном рынках. Сейчас Гален является единственным предприятием в стране по выпуску композитной арматуры. За последние годы заказы на этот материал увеличились в разы. При этом и завод начал работать в три смены. Заработа такая тоже достойная. Налоги платят, публично открыто работают. Единственное, этот спрос будет увеличиваться. Причем, отмечают на заводе, их продукцию стали применять не только в сфере жилищного строительства. Базальту пластику не страшна коррозия, а производство этого материала обходится дешевле металла. Арматура, она крайне эффективна не в жилищном строительстве, а она крайне эффективна в животноводстве и в сельском хозяйстве. Потому что тот же птичник или коровник, щелочная среда, соответственно, железобетон подвергается агрессивному воздействию. Сейчас Гален стремится стать резидентом Чебоксарского технопарка. Это позволит предприятию увеличить количество работников. Мы планируем открыть производство мощностью, ну, в площади, это примерно 12 тысяч квадратных метров, с сохранением текущей номенклатуры выпуска, ее расширением и, соответственно, увеличением персонала с нынешнего уровня в 200 человек до где-то 500-600. Заместитель федерального министра Андрей Чибис отметил, что строительная индустрия сейчас очень нуждается в таких инновациях. Это прямой выход на импортозамещение. Дмитрий Ковалев, Ольга Пыречкина и Андрей Шоклев. Республика. Завтра в столице республики пройдет собрание депутатов, которое утвердит кандидатуру на должность сити-менеджера. Накануне прошло заседание конкурсной комиссии, которая рассмотрела кандидатуру на должность главы администрации Чебоксар. На нее претендовали трое – экс-сити-менеджер Алексей Ладыков, руководитель муниципального управления Олег Белов и юрист Юрий Шокеев. Конкурсная комиссия по численности превосходила количество кандидатов несколько раз. Премьер-министр Иван Моторин, руководитель администрации главы республики Юрий Васильев, депутаты Государственного совета Чебоксарского городского собрания, представители общественности. Рассмотрев документы соискателей, комиссия пришла к выводу рекомендовать на должность сити-менеджера прежнего главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова. Окончательное решение примет столичный парламент. Скорее всего, это произойдет 27 октября на втором заседании. Стали известны имена победителей конкурсов и наисканий должности главы администрации Шимуршинского и Яльчикского районов. В Шимуршинском районе депутатам представят кандидатуру Владимира Денисова. В Яльчикском уже подписан контракт с Николаем Милиным, прежним главой администрации района. 55 лет со дня образования отмечает Чебоксарский медицинский колледж. Единственное в республике учреждение, где готовят специалистов для среднего звена здравоохранения. С юбилеем преподавателей и студентов поздравил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Если быть точными, то история медколледжа начинается гораздо раньше. В 1935 году, когда в Канаше и Чебоксарах были открыты фельдшерско-кушерские школы. Трудно переоценить их роль в развитии здравоохранения Чуваши того периода. Особенно много работы у выпускников обеих школ было в годы войны, когда в республике развернулись около 20 ИВАК-госпиталей. Впрочем, в послевоенное время фельдшеры и медсестры без труда находили работу. В 1960 году в Чебоксарах было создано медицинское училище с присоединением к нему Канажского. А в 2002 году училище преобразовали в медицинский колледж. За эти годы для отрасли здравоохранения подготовлено более 35 тысяч специалистов. Еще 33 тысячи прошли обучение по программе повышения квалификации. Хочу поблагодарить всех тех ветеранов, которые на самом деле сегодня работают в данном колледже, десятилетиями, есть соответствующие трудовые династии. И вы, как ветераны, как специалисты, имеющие большой жизненный опыт, практику, передаете и молодым преподавателям, и делитесь своим сердцем, своей душой нашими, конечно, студентами. А первая Чебоксарская больница отмечает сегодня 85-летие. Это одно из самых старых учреждений здравоохранения в Чуаше. Здание для нее спроектировал специалист Минздрава РСФСР Галиевский. И оно тоже памятник истории и архитектуры. Больница носит имя выдающегося чувашского врача Петра Осипова, известного также как драматурга, автора пьесы из репертуара Чувашского драмтеатра. Бонан Таган. Так приветствуют друг друга на языке международного общения эсперанта. С какими еще языками можно было познакомиться на Чебоксарском фестивале – в нашем сюжете. Чем больше иностранных языков ты знаешь, тем интереснее и насыщеннее твоя жизнь. Эта закономерность действовала еще в древние времена. Посланникам, изучавшим новую страну и устанавливающим с ней отношения, всегда сопутствовали толмачи. Уважение к чужому языку и обычаям – один из самых эффективных дипломатических приемов, тем более, что люди, изучающие другие языки, преисполнены самого искреннего восхищения и к другой культуре. Мне всегда было интересно, приятно, как звучит речь на любом языке, будь это английский, французский, итальянский, испанский, японский или марийский, мордовский. Я просто в дикий восторг меня вводила. То есть просто когда я слышал, ей речь, которая мне была непонятно, незнакома. Мне хотелось понять, и я каждый язык воспринимаю как музыку. Но каким бы сильным ни было увлечение дальними странами, человек не должен забывать о своих корнях. Язык, конечно, самое главное – коммуникативное средство. Но не только. Он – основа формирования личности. Материнский язык, какой бы он национальности ни принадлежал, является основой для раскрытия генетического хода ребенка, для формирования его личности. Именно материнский язык является основой, на котором формируется все остальное. И воспитание, и обучение. Но самое главное – основа для изучения других языков. Чебоксарский фестиваль языков – родоначальник подобных лингвистических форумов по всей России. У нас он проходит в 20-й раз. В Москве, например, только в 10-й. Если бы не смелость и дерзость Александра Блинова и Чувашской ассоциации эсперантистов, мы бы никогда на это не решились. С каждым годом увеличивается не только количество участников фестиваля – полиглотов, студентов, тех, кто решил изучать иностранный язык, но еще не выбрал, какой именно. Для последних и проводятся презентации. Приветствую вас. Ола. Ола – это универсальное приветствие на португальском языке. Значит, здравствуйте, здравствуйте, шлиф и так далее. На 20-м фестивале в Чебоксарах можно было познакомиться с 45-ю языками. Именно столько презентации прошло за два дня. В фестивале – танцевально-спортивный клуб «Стиль». От Ижевска до Саранска. От категории «Дети 0» до молодежи и взрослых. 33 клуба, 17 городов, 9 регионов. А в целом более 400 пар соревновались между собой за звание лучших танцоров межрегионального уровня. Ишкар-Ала, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск. География конкурса довольно обширна. Конкурс проходит замечательно, Саша. Очень рад за организаторов, прежде всего, за клуб, у которого юбилей в этом году, танцевально-спортивный клуб «Стиль». Хороший уровень танцоров. У Чебоксаров всегда был хороший уровень. Тем более, что приехало много спортсменов из 8 регионов. Или даже из 9 регионов. На суд зрителей были представлены вариации венского вальса, фокстрота и хрикстепа, танго, румба, самбо, пасадобля, ча-ча-ча и джаева. Турнир по массовому спорту проводится вот уже в 11 раз. Но к этому фестивалю коллектив «Стиля» готовился особенно тщательно. «Огни столицы-2015» приурочены к 20-летию клуба. Замечательнейшие пары. Приехали коллеги судейские, такая, что вот это все люди, которые просто любят больный танец, они просто прям вот серьезно относятся к нему. И оценки этого турнира, вот насколько я знаю, вижу, смотрю, анализирую, да, и вижу, что они очень адекватные и очень приятные». Для Никиты и Саши участие в турнирах далеко не в новинку. За свои 10 лет существования пара уже не раз принимала участие в подобного рода чемпионатах. «Когда публика тебя поддерживает, у тебя само идет как бы из души?» «Это все происходит, ну, от души, да. Когда танцуешь, ты чувствуешь этот танец прям в каждой частичке своего тела и хочется показать все на все, на что ты способен». А у Полины и Антона все еще впереди. Ну а пока они гордо держат первые награды, учатся уживаться в паре и с огромным удовольствием танцуют. «Контерьеры очень постарались, так все украшали. Мне понравилось. У меня там выбросы энергии мне нравятся, а в Венске мне нравится, когда надо улететь. Терпение, серьезный труд и немало времени. Однако для того, чтобы оказаться на пьедестале, этого недостаточно. Пожалуй, истинную цену, в прямом смысле слова, всему этому великолепию знают только родители. В этом элитном виде спорта мама и папа не только болельщики. Они и парикмахеры, визажисты, стилисты. «Как будто сама я там выступаю в часы. Парк, пот выступает, нервы, слезы даже иногда. Очень волнительно. Мы хотим стать чемпионами мира, поэтому будем стремиться». Наши спортсмены показали себя достойными соперниками. «Небываемые просто. Свой турнир, мои стили». «Не ожидали. Очень понравилось танцевать. Паркет очень хороший. Даже очень понравилось все. И первое место очень неожиданно и прям очень приятно». Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Это все к этому часу. В итоге дня подведем в вечерние выпуски программы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова